Все-таки человек выжил только благодаря тому, что он ленивый. И все продукты, которые придуманы на сегодняшний день, они все плод человеческой лени. Вот лежат, казалось бы, яблочки на полу. Упали уже с яблоньки. Ну пойди ты, собери яблочки, съешь их, пока они не сгнили. Так нет же, лень человеку. Они сгниют, перебродят как следует, а потом уже человек... Ммм, чертовски вкусно. Хорошо. Пицца. Лень. Все побросали на тесто и в духовку поставили. Что еще? Окрошка. Вообще капец. Это просто венец лени. Все, что в доме есть, нашинковать прямо там в кастрюле и залить квасочком. Даже варить не нужно. Но мы лень отвергаем. Мы с ленью боремся. Поэтому если мы будем делать окрошку, этот ленивый продукт, то мы сделаем его очень много. Ведро. Нет. Котел. Э? Цистерну. Прямо сейчас. Казалось бы, окрошка – самое желанное блюдо в жаркую погоду. Да еще и многофункциональное. И квасу попил, и салатика поел. Казалось бы, что может быть проще окрошки? Ведь она делается всего за пару минут из самых простых продуктов. И, казалось бы, что в ней может быть интересного? Программа «Галилео» готова удивить вас таким простым блюдом, как окрошка, и прокомментировать несколько интересных, казалось бы, относящихся к этому блюду. Начнем с того, что мы решили приготовить гигантскую окрошку весом в 500 килограммов. Готовить такое количество охлаждающего супа будем на свежем воздухе. Сначала нужно подготовить площадку. Поставим шатры. Если вдруг испортится погода, они спасут окрошку от дождя. Подготовим рабочие места для поваров. Чтобы зафиксировать такой огромный вес, естественно, понадобятся промышленные весы. На них сразу устанавливаем емкость, которая вместит такой объем. Ведь после того, как окрошка будет готова, перетащить ее куда-либо будет крайне проблематично. Вес самой посудины засчитывать никто не собирается. Поэтому цифры на электронном табло нужно обнулить. Кстати, емкость – это не деревянная бочка, а пластиковая чаша. Просто для красоты снаружи ее обшили деревом. Теперь продукты. Для такого объема окрошки нам понадобятся 30 килограммов редиски, столько же огурцов, 200 вареных яиц, 20 килограммов зелени, 300 сосисок и картошка. Чтобы поварам было легче, ее заранее нарезали. Чтобы наша окрошка стала окрошкой, понадобится 300 литров кваса. Казалось бы, а чем же еще заливать окрошку, как не квасом? Традиционную русскую окрошку готовили действительно на квасе. Но сейчас в ход идут и другие жидкости. Например, кефир и даже огуречный рассол. Готовят такие виды окрошек довольно просто. Овощи, зелень, мясо и яйца мелко нарезают. Горчицу смешивают с желтком и добавляют по вкусу. Из одних и тех же ингредиентов можно получить совершенно разные окрошки. Все зависит от того, чем были залиты эти продукты. Наши повара уже во всеоружии и готовы ринуться в бой. Смогут ли они оперативно осилить такое количество продуктов? И за сколько у них получится это сделать? Скоро узнаем. Время пошло. Казалось бы, именно эти продукты мы привыкли видеть в окрошке. В том, что традиционная окрошка готовится именно из такого набора ингредиентов, вряд ли кто-то усомнится. Но оказывается, добавлять в это блюдо можно практически любые овощи. Например, привычная всем картошка появилась в окрошке лишь в 19 веке, когда этот овощ распространился в России. А самая первая окрошка и вовсе готовилась на основе одной только редиски. Ее мелко нарезали и просто заливали квасом. Так что единственное, без чего представить основу окрошки проблематично, так это редиска. Казалось бы, совсем без овощей окрошку приготовить нельзя. А вот и зря вам так казалось. Встречайте фруктовую окрошку. Для этого рецепта подойдут любые фрукты и ягоды. Мы возьмем клубнику, персики, абрикосы, одно яблоко, грушу и мяту, чтобы добавить пикантности. Конечно, все придется мелко нарезать. Единственная сложность при приготовлении любой окрошки. Добавим немного цедры. А заливать будем неужели квасом или кефиром? Нет, в этом рецепте лучше использовать персиковый компот. Все признаки окрошки налицо, то есть на тарелке. Продукты мелко нарезаны и залиты прохладной жидкостью. Наши повара уже вовсю орудуют ножами и готовы закинуть первую порцию продуктов в чан. Закидывать будем не слоями из отдельных продуктов, а все ингредиенты сразу, чтобы потом было легче перемешать наш гигантский суп. Итак, спустя час наша посудина наполнена едва ли на четверть. Да уж, не быстро получается. Даже усилиями четырех поваров. А казалось бы, ее так быстро готовить. Нарезал овощи, залил квасом и все. На самом деле, есть окрошка, которая готовится немногим меньше классического борща или щей. Ведь основой окрошки может быть вареное мясо, а на варку мяса уходит не менее часа. Да и на то, чтобы мелко нарезать все ингредиенты, минуя собственные пальцы, тоже понадобится время. Наши повара стараются изо всех сил. Нужно успеть, пока квас не нагрелся. На улице жарко, а холодильники в парке не предусмотрены. Казалось бы, окрошка – это холодное блюдо. Хотя мы уже немного сомневаемся. Вы удивитесь, но вопреки всеобщему мнению, окрошка может подаваться горячей. Называется такое блюдо окрошка по-печерски. Готовится оно не совсем традиционным способом. Свеклу и картошку нужно завернуть в фольгу и запечь в духовке. Когда они будут готовы, натереть их на крупной терке. Добавить яйца, зелень и мясо. А теперь самое интересное. Квас нужно налить в кастрюлю и прокипятить три минуты. Не давая квасу остыть, заливают нарезанные ингредиенты. Кстати, при кипячении мы уничтожаем кислые бактерии и приостанавливаем процесс брожения. Квас становится намного мягче и по вкусу напоминает насыщенный бульон. Так что же делает окрошку окрошкой? И по какому признаку можно понять, что это именно она? Дело в том, что название окрошка произошло от слова крошево. То есть это блюдо, в котором все ингредиенты обязательно должны быть мелко нарезаны, то есть покрошены и залиты жидкостью. В отличие от супа, где тоже крошево, еще и варится в бульоне. Так что, как выяснилось, называть окрошку супом нельзя ни в коем случае. Кстати, наши весы уже показывают 497 килограммов. Последняя порция кваса и все. Специально для галерео! Нам удалось сделать гигантскую окрошку за 3 часа 3 минуты. Для полутонного блюда совсем неплохо. Теперь можно и угостить всех желающих. Быстрее ешьте, пока не похолодало. Александр Сергеевич Грибоедов говорил, что французский язык в России как-то странно смешивается с русским языком, и в итоге получается нечто среднее. Смесь французского с нижегородским. Именно, кстати, такой коктейль пили в свое время гусары. Они смешивали квас с шампанским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова